В Сормовском районе поезд насмерть сбил 16-летнего подростка. Школьник шел по насыпи параллельно путям и, видимо, из-за громкой музыки в наушниках не услышал приближающийся состав. Вот, вот прямо около, вот по насыпи, вот здесь вот, вот видите, вон идет человек, вот. Вот так вот они проходят, а переходят вот или здесь, или там еще есть, прямо через лесок дорожка, вот так вот. Вообще, конечно, опасно ходить рядом, но вот, тем не менее, ходят люди тут короче, ходят. Ну, слышно всегда, слышно приближающийся поезд и гудит он обычно здесь, там же знают, что переходы, люди ходят, всегда гудок. При движении пригранного электропоезда локомотивная бригада при свете прожектора заметила лежащего в железнодорожном пути человека. Он лежал головой в сторону движения поезда на левом боку и никаких признаков движения не подавал. Было принято экстренное торможение с звуковым сигналом большой мощности. Однако, при расстоянии, когда был обнаружен человек на путях, 100 метров, тормозной путь составил 205 метров. Значит, была экстренная остановка. Помощник машиниста осмотрел человека, он не подавал признаков жизни уже на тот момент. Все произошедшее для нас явилось огромным шоком. И что произошло с ним нам совершенно непонятно, потому что с понедельника, с 18 апреля, он находился на больничном листе. И я знаю, что вчера, в четверг, он должен был прийти на прием к врачу. Поэтому, что он делал в это время в районе железной дороги, мы сказать не можем. Это была случайность. Потому что он не такой человек, чтобы это сделать специально, он не смог. Часто слушал громкую музыку. Этого покупила. Моему часто говорили, что тело потише или хотя бы будь внимателен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.